Студия дизайна, телескопы, планетарий, технопарк, нанолаборатория и многие другие кабинеты с новыми и прежними дисциплинами смогут уже на следующей неделе оценить ученики Сургутской технологической школы. Она появилась на базе объединенных 13 и 38 образовательных учреждений. Накануне прошла общественная приемка объекта. Обновленную и реконструированную школу презентовали депутатам, общественникам и родителям. На каждом этапе, на каждом этаже прослеживается большая забота о детях и то, как обустроена учебная среда, конечно же, только-только слова благодарности. К тому же не может не радовать сроки. Сроки, которые нам обещали, что будет сдан проект к началу этого учебного года, так все и случилось. Мы очень рады, что дети придут, родные стены уже в этом учебном году. В ходе экскурсии по Дворцу Знаний общественная комиссия осмотрела преобразившиеся за короткий срок просторные коридоры, спортивные актовые залы и классы, оснащенные по последнему слову техники. Масштабные ремонтные работы были выполнены этим летом. Оборудование закупали два года. После капитального ремонта здесь смогут принять дополнительно 75 ребят. Всего с 1 сентября после реорганизации двух учреждений в новой Сургутской технологической школе смогут учиться в две смены 2800 ребят. В их числе и около 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых создали безбарьерную среду. Кроме того, опыт этого образовательного учреждения по обустройству технологических классов в будущем планируется использовать и в других школах города. Это первый опыт, который станет трансляцией для наших других учреждений. Мы запланировали на этот год уже не менее 10 школ оснастить подобного рода кабинетами технологии. Прежде всего будем исходить из условий и возможностей образовательных организаций. Средства будут запланированы сейчас в бюджете при уже проектировании бюджета 2019 года. 2000 обращений поступило на портал «Твой Сургут» с начала работы ресурса. Об этом телеканалу «Сургут-24» в студии программы «Диалог» рассказал Александр Аверчук, советник главы города. Он отметил, что такие цифры доказывают востребованность портала, ведь его запустили чуть больше полугода назад. Вопросы можно разделить на три основных блока. В основном сургутяне просят помочь решить проблемы в сфере ЖКХ, этой тематики касаются 80% обращений. На втором месте по популярности сфера образования, на третьем медицина и различные льготы. Однако последние вопросы находятся в ведении окружных ведомств, поэтому администрация здесь играет роль консультанта и информатора. Добавлю, что главной целью ресурса «Твой Сургут» была оперативность и ее удалось достичь. Если она, допустим, решаема, то срок минимальный, но если она не быстро решаема, то, естественно, предварительный ответ должен быть выдан максимально быстро. Если в среднем говорить, то мы стремимся, конечно, к сроку до недели. Стоит отметить, что опытом сургута в организации такого портала уже интересовались коллеги из других субъектов страны, в частности Омской и Курганской области. Администрация презентовала ресурс на выставке достижений на международном IT-форуме, который состоялся в Ханты-Мансийске в июне этого года. Вместе с тем останавливаться на достигнутом разработчики не собираются. Александр Аверчук отметил, что на портале появятся новые тематические разделы. Например, в отдельную категорию выделят вопросы, которые касаются дачных кооперативов. Продолжение следует...